Расселение наоборот. В Петербурге власти насильно пытаются улучшить жилищные условия отдельно взятой семье. Дом в престижном районе северной столицы признали аварийным. Причем уже после того, как жильцы сделали там ремонт и собирались приватизировать квадратные метры. Теперь разбираться в этом деле будет суд. Спорный объект осмотрела Анна Ушакова. Мы ничего не хотим. Оставьте нас в покое и дайте нам спокойно здесь жить. Приватизировать и дальше жить. Семья Карташова считает, именно из-за того, что собрались приватизировать жилплощадь в одном из самых дорогих районов северной столицы, дом на две семьи и захотели расселить. Дом постройки 1917 года по документам. Эксплуатацию сдан 1919 года. Сейчас все отремонтировано так, что сложно себе представить. Когда-то здесь практически невозможно было жить. Зимой в валенках и в ватнике там находиться. Больше там нельзя было находиться. Если воду там разольешь или капнешь, просто лед становился. Во всем доме у нас заменены полы, полностью подняты, утеплены. На кухне подведена вода, установлена канализация. Вместо печей установлен воздушный отопительный котел. Старший сын Дмитрий показывает результаты своего труда. Однако теперь судьба благоустроенного им дома под большим вопросом. В 2007-м жилищное агентство направило сюда экспертов. По заключению комиссии этот дом признан аварийным. Здесь балки с коррозией и гнилю, полы с провалами и уклонами. Семья Карташовых этого документа ждала с 1982 года. Но после 20 лет тишины решила сделать ремонт своими силами. Когда этот счет приезжал к нам, у нас уже был сделан ремонт. Поменены полы. Заделка внутренняя была сделана. Заключение экспертов сопровождается семью фотографиями. Эксперт приезжал, который просто сделал наружные снимки дома. По рассказам Карташовых, комиссия благодарила за то, что восстанавливают дом. Но в 2010-м году выяснилось, что придется переезжать, ведь жилье-то аварийное. Семье и квартиру предложили трешку. 78 квадратных метров на шестерых взрослых. У нас есть еще два заключения. Это с муниципального совета и с ЖКС, в котором относится наш дом. Все заключения только положительные. Но этих бумаг, которые подтверждают, что дом действительно пригоден для проживания, оказалось недостаточно. Пришлось проводить еще одну независимую экспертизу. Признаков, указывающих на его аварийное состояние, не обнаружено. Дом не является аварийным. Правда, поводом для отмены аварийности все эти документы так и не стали. Судьбу дома решит суд. В случае решения суда о возможности снятия статуса аварийности с данного здания, следовательно, распоряжение администрации в судебном порядке будет отменено. Не дожидаясь постановления суда, Карташовым тем временем предлагают новый вариант расселения. Квартиру на другом конце города, в куда как менее престижном районе, за 30 километров от их нынешнего места жительства и работы. Анна Ушакова, Роман Надеев, Место происшествия.